Дети наши растут и растут, как и у всех, очень быстро. И меня, конечно, волнует вопрос, как научить моих детей любить Дом Божий. Я провожу в церкви иногда, мне кажется, много времени, в принципе. И я понимаю, что личный пример в жизни вообще очень много дает. Ну вот с вашей стороны, может быть, ваш экспириенс в жизни, ваша практика со своими детьми, со своими семьями. Вот чисто мне нужен как матери совет, что я могу делать, то, чего, может быть, я не делаю. Спасибо. Я дам право вам, потому что я думаю, что я могу делиться методами, откровениями о воспитании детей, когда младшему уже будет где-то к 20. Потому что за последнее время я поняла, когда ты проходишь подростковые периоды детей, ты только учишься быть мамой. Потому что когда они маленькие, они тебе в рот заглядывают, они в Дом Божий ходят, они вместе с тобой молятся, они всему верят. Но когда наступает 14-15 лет, вот у них появляются сомнения, и уже Дом Божий не Дом Божий, уже где-то, почему они не могут там Бога где-то в другом месте переживать. Поэтому я бы хотела послушать вот вас. Я думаю, что мы послушаем наших спикеров, и иногда даже интересно, мама, вот как она дает этот пример, иногда даже интересно спросить у наших детей, которые маленькие, или уже они подростки, или уже взрослые, потому что я знаю, что они за нами очень наблюдают. Вот как мы дома живем, как мы разговариваем друг с другом, что мы делаем, любим ли мы Бога по-настоящему, как мы говорим о Нем, кому-то, советуем кому-то. То есть они это все наблюдают, они все видят. Что я заметила даже здесь, в Америке, что мои дети, если что-то заметили, они меня сразу спросили. Я воспитывалась в такой семье, где я, может быть, не посмелила спросить своих родителей, но мои дети меня спросили, они спросили, почему, мама, вот это ты делаешь, если ты говорила нельзя. То есть очень откровенно, и зачастую мы можем многому учиться у них, но я думаю, что наши спикеры поделятся, насколько важно, или ваш вообще личный опыт, быть примером для наших детей в своей семье, как любить Бога, а не следует этому. Ну, я, может, повторюсь, но я скажу такую вещь. Дети всегда делают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Я могу сказать, я лично это в своей жизни пережила, потому что здесь сидят мои родители, и Дом Божий у нас был дома около 20 лет. Мы выросли в церкви, мы росли, мы видели все, и братские советы, я помню. Но вы знаете, кто из того прошлого времени знает, как они собирались, как они заседали. Я переживала вместе с родителями все, и хорошие моменты в церкви, и плохие. Мы росли, но я видела, как они служили людям. У нас кормились десятки, сотни людей. Мог приехать автобус, и мы спали на земле, и мы могли принять в нашем доме около 40 людей. Они съедали все. То есть вы постоянно служили людям? Мы постоянно служили. Они съедали. Я вспоминала, когда ты читала Лестера Самбрала, как проповедники съедали его кусок мяса. Я просто вспомнила это в нашей жизни. Но вы знаете, это никогда не огорчило меня. Я не возненавидела Дом Божий. Это все равно стало частью нас. Я иногда говорю своим родителям, что мы не умеем уже по-другому жить. Потому это часть наша. Мы полюбили Дом Божий. И знаете, мы сегодня поем новые песни, но есть старая песня, которую я люблю с детства. Мы ее пели, и старые пятидесятники ее помнят. Люблю Господь, твой дом. Черток любви твоей. Я ее очень люблю. И даже в своей церкви мы иногда ее поем. Я просто хочу людям привить эту любовь к Дому Божьему. И знаете, детей нужно приносить. Мы всегда учим, ой, они маленькие, их не надо, они мешают. Пусть они там спят и кое-что еще делают. Это не страшно. Но они пропитываются этой атмосферой. И когда они подрастают, они должны быть задействованы. Они должны найти себя. Мы должны им позволить реализовать все свои таланты и дары. И когда они себя там найдут, они оттуда не уйдут. Они обязательно переживут личную встречу. Будут моменты, даже когда их будет жизни и обстоятельства, и мир, знаете, бросать. Они многое чего будут переживать. Но то семя, которое заложено, то, что мы вложили в них с детства, оно все равно победит. Я в это верю. Я вижу в своих детях, потому что моему старшему сыну 22 года, моей дочери 19. И они уже начинают повторять то же самое. Моя дочь может уйти в церковь в 9 часов и звонит в 9.10. Ты откуда? Я только что из церкви. Она может там быть больше 12 часов. Они полюбили Дом Божий. Поэтому из своей жизни хочу сказать, пусть они там пребывают. Позволяйте, не ставьте ограничения, какие бы служения ни были, пусть их не таланты развиваются на территории Царства Божьего. Нашим детям 11 и 12 лет, поэтому до конца я тоже не могу еще рассказывать. Но мы их принесли в церковь. И в тот момент мы так активно служили в церкви, что я даже рожала между воскресениями, чтобы успевать. И мы не пропуская служения все это делали. Я уверена, доктора показывали разные вещи нам в спину, когда мы их под расписку забирали. И у нас были диагнозы, которые доктора нам говорили, да он не будет то, не будет это. Но они у нас были под колонкой, потому что колонка была самым под колонкой, место самое тихое. Кто музыканты, они знают. И поэтому, когда новые люди приходили в церковь, первое, что они делали, они падали в обморок. И потом они пытались выяснить, кому пришло в голову поставить коляску под колонку. И они выросли в церкви, в служении. В служении во всех служениях мы были. На разных периодах своей жизни мы были везде. И, кстати, вот там мой сын снимает нас на телефончик. И я, знаете, очень люблю это выражение, что я не хожу в церковь. Я и есть церковь. И когда у нас есть это понимание, когда мы являемся церковью, а не ходим в церковь, тогда вопрос с посещением собраний, по моему мнению, вот почему-то у меня такое есть ощущение, что он не возникнет. Когда есть вот личное понимание, что я делаю, для чего я делаю. Как верую, я не знаю, как вы, но я вот как верующий человек, я не могу без церкви. Бывают ситуации, когда ты и в церкви не можешь, но и без церкви не можешь, без собрания я имею в виду. Но это всегда вот являюсь ли я церковью. Мы недавно, у меня был с сыном разговор, два года назад, когда ему было 18 лет. И он как раз прошел три года таких подростковых кризисов. Это не были какие-то ссоры между нами, был просто какой-то барьер недопонимания. В 18 лет у нас состоялся с ним очень искренний разговор. И он нам давал обратную связь по поводу нашей жизни с мужем, о наших взаимоотношениях, то, что он наблюдал. И он сказал такие вещи, которые для меня были очень ценные. Он говорит, я видел вашу веру на практике. В нашем доме всегда живут множество людей. Каждое утро мы молимся, каждый вечер мы молимся. Что бы ни происходило с нашими сердцами, у меня муж приучил нас всех, что мы исповедуем грехи друг перед другом. Наши дети с ранних лет, если мы не правы, мы всегда искренне им говорим. Мы каемся перед ними, каемся друг перед другом. Мы обсуждаем, вот где мы споткнулись, почему споткнулись. И мы показываем детям вот этот принцип благодати, что если ты исповедуешь, Христос приходит и прощает. Также он говорил о том, что вы всегда были настоящие. Вот такие, какие вы и в проповеди, такие вы и в жизни. И меня всегда смущало, я помню, мы проводили, так получилось, что вот у старшего сына 12 лет совпало с тем, что нам пришлось выйти из одной церкви, и там произошел грех пастыря, падение, и мы не смогли. Мы честно детям объяснили, и мы начали свои собрания. И для меня всегда было самое страшное, когда я проповедую, и сидит сын мой в подростковом периоде, и у него такое кислое выражение лица, и я думаю, на кого бы мне смотреть, только не на сына. Потому что мне кажется, что вот я говорю, а он в этот момент диалог со мной ведет. Я ему задала 18 лет вопрос. Ты говорю, твое выражение лица, оно меня всегда смущало. Он говорит, нет, мам, может, я просто не контролировал эмоции, но я всегда вот себе говорил, да, вот то, что ты говоришь, я это в жизни вижу, даже если мне это не нравилось на тот момент. И вот я соглашусь с сыном, что дом Божий, если он не начинается у нас в доме личном, вот в семье, если это дом Божий, если молитвы только по воскресеньям дети видят, если слово читается только по воскресеньям с кафедры, то для них церковь – это определенные стены, место, кафедра – это не их сердце. Но если они научены, что дом Божий начинается с их сердца, с семьи, где они живут, со взаимоотношениями, с друзьями, в школе, что они могут туда принести церковь, быть там с двумя, с тремя вот этой церковью, вместе молиться с одноклассниками, даже если они в неоцерковленной школе там или нехристианской школе, вот тогда ты понимаешь, какие бы бури они ни проходили, они всегда будут помнить этот пример. И вот мы, когда проходили трагедии, наши дети видели наши слезы, и наши рыдания, наши диалоги с Богом, и даже претензии к Богу, обиды, но они также всегда видели, как мы поднимались из пепла, что Бог – это не какая-то иллюзия, что у тебя в жизни все будет идеально, нет, что в жизни всегда будут ветры и бури, но вот на каком основании ты строишь свой дом, на камне или на песке, вот они этому должны научиться. – Я также думаю, очень важно, потому что зачастую мы можем падать в крайности, то есть мы можем говорить, о, приведите только детей в церковь, и все будет хорошо, и отдать ответственность духовным лидерам это делать. Другое – о, я сама их научу, и никому их доверить не могу, это тоже неправильно, то есть это крайности, но что помогало мне, когда я дома учила своих детей, и я привозила их в церковь, и отдавала их и лидерам, которые могли также на них влиять, за них молиться, и для них быть примером, то есть для этого нужно было сесть на машину, привозить, когда они еще не ездили, помочь им быть там, на том месте, где им нужно было находиться, то есть вот эти все моменты, они слаживаются, мне кажется, даже из таких деталей, маленьких. Дома, когда ты сама молишься, когда ты сама любишь Бога, ты служишь Богу, ты покажешь своим примером, потом ты говоришь своим детям, написано «Вставая утром, ложась и ходя», да, ты всегда это им напоминаешь и говоришь, но прежде всего ты являешься примером. То есть вот с этих маленьких деталей и состоит наша ответственность, как родителей, воспитать их и научить их привить им эту любовь, как любить Божий дом. Но опять же, мы не можем говорить им «Читай Библию, иди в Божий дом», если мы дома сидим. То есть мы должны быть примером, мы являемся этим вдохновением, которое есть для них. Желательно, примером хорошим. Хорошим примером. Но есть моменты в жизни наших детей, где мы должны очень четко следить, особенно когда они подрастают, если они еще не пережили Бога. Если они не имели личной встречи с Богом, и мы только как бы ожидаем, что как-то по ходу, может быть, они все же такие поймут, наша задача в этот момент промаливать, говорить «Господь, я ожидаю за моего сына, за мою дочь, за старшую или за младшую, я верю, что однажды они встретятся с тобой». Может, это будет какая-то даже конференция, может, какое-то служение, может, это будет их личная молитва дома, когда они ищут Бога, когда они общаются, когда Бог их посетит, когда придет эта волна Божьего присутствия. Мы не знаем, когда. Дух дышит, где хочет. Это может быть прийти в 9 лет. Я помню лично, меня Господь первый раз коснулся в 7 лет. Я помню эту проповедь, я помню, где я стояла, я помню, кто проповедовал, я помню этот зал, я помню, где мы были. То есть вот эти встречи, они очень важны. Если мы даже их будем приводить в церковь, но они лично не встретились с Богом, не пережили, не вкусили, кто Бог, зачастую они где-то теряются потом. Но, опять же, это не конец, потому что в любом периоде жизни или возрасте они могут встретиться с Богом. И даже если они сейчас еще не встретились с Богом, я хочу вдохновить вас, дорогие матери и женщины, они обязательно с Ним встретятся. Потому что ваша вера, ваша молитва, ваше пророчество придет это в их жизнь. Только вы не сдавайтесь, продолжайте верить до конца. У меня есть такое секретное оружие. Каждый раз, когда я беременная была, я всегда вопрошала Бога, что Господь открой мне то имя, через которое ты высвободишь призвание на ребенка. И так получилось, что на одном из моих мальчиков... Я тебя обожаю, Светочка. Я бы не додумалась до этого никогда в жизни. Но мне всегда имена снились. Мне всегда Бог во сне давал, кого я рожу и какое имя. Как мы назовем ребенка? Не знаем. Говорит мой муж, Инна, завтра в церковь начнут предлагать свои варианты, нам срочно нужно придумать имя. Я имела это откровение. Как только я пришла к Богу, вообще я поняла, что наши имена несут призвание и несут сущность Бога. И вот поэтому я спрашивала. И вот на одном из средних сыновей у него очень такой неординарный характер, целеустремленный, такой он неотступный, он такой в детстве буйным был. Но мне Бог показал сон, когда я в 4 месяца была беременная, что Бог нарек ему имя, он будет нести святую славу. И мы назвали его Святославом. И вот когда у меня заканчивалось терпение, мне все время муж напоминал, или я ему напоминала, что давай произносить его имя. Он носитель святой славы. Он носитель святой славы. И мы его брали, когда здесь бы ему давно таблетки назначили, если бы он в детстве. Но мы его вот так вот брали. Он его крутила. И муж всегда говорил, повторяй за мной. Я носитель святой славы. Мое имя Святослав. Господь нарек. И вы знаете, я поняла, что вот имена каждый раз, когда ты ребенка называешь именем, ты высвобождаешь это призвание. Ты напоминаешь ему, кто он есть. И это тоже для нас очень сильное действие такое. И они знают, что старший сын Даниил, мы всегда говорим, ты помни, ты человек справедливости. Ты не можешь поступить несправедливо. Ты несешь эту справедливость. Соломону мы всегда говорим, ты несешь мудрость. Ты царь. Ты мудрец. И его по сей день, 11 лет, ему его спрашивают, кем ты будешь? Он говорит, царем. Зовите меня просто. Вальдемар. Я очень соглашусь с этим. У нас старшая дочь Кристина. Христос, помазанник. На ней есть это помазание? Вторая дочь София. Мудрая пчела. София Дебора. София Дебора означает мудрая пчела. Действительно, я вижу это в ней. И дальше сын Джошуа, тоже такой завоеватель. То есть в каждом ребенке мы видим то имя, которое дано ему, это и есть его природа. И так важно, дорогие, прекрасные матери, говорить это, высвобождать. Даже когда мы видим, что они совершенно не такие, в тот момент, когда они вырастают, но наше пророческое слово, наше вдохновение, наша вера, она высвобождает это призвание. И поскольку мы говорим о молитве, у меня в жизни было несколько примеров, когда вот дети были действительно на грани. Дети верующих родителей, но делали какие-то глупые ошибки. Даже не совсем грех, но скорее грех по поводу самих себя. И разрушая свое тело, была одна девочка, которая сидела на диете, и она переборщила с диетой, у нее начались необратимые процессы. И доктора сказали, все, надежды нет, а она даже в больнице не была. И она продолжала жить. И живет, и живет, и живет. Проходят эти ситуации, молимся за нее, она живет. И я молилась за нее, говорю, Бог, ну это такое чудо, она уже живет. И мне Бог проговорил, говорит, она жива молитвами своей матери, которая сказала, она будет жить. И сегодня у этой девушки двое детей. Не бывает детей у людей с такими последствиями этой болезни. У нее двое детей, она абсолютно здорова, красивая, свежая. Прошла этот путь восстановления очень быстро. И я чувствовала это внутри себя, как Бог говорил, это молитва матери.